Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать во Францию! Восьмой этап карьеры, где нас приветствует Франция, которая появилась в коленаре Формулы 1 в 2017 году, и как бы у нас на этой трассе, по прогнозу, под конец гонки ожидается дождик. Так, да, как-то не очень классно, особенно если учитывать то, что по практикам, когда я их проехал, я понял то, что я здесь нифига не увожу, что у меня здесь темпа полный ноль, его просто тупо нету. Темп максимум у меня там позицию на 12-13 в квалификации, и может быть на какие-то очки, может быть 9-10 позиция в гонке. На этот этап, если я не ошибаюсь, нам никаких обновлений не приезжало, обновления должны приехать нам на Австрию. Но мы все так же на 4-м месте по характеристикам этих команд, и уже мы отправимся к квалификации, где у нас первый сегмент квалификации, и первым кругом у меня не получилось поставить очень хорошее время, оно было на 16-ю позицию, и только вторым кругом я улучшаю на полсекунды, и ставлю восьмое время, даже впереди Себастьяна Феттеля, который ехал на комплекте медиума. Заканчиваем этот сегмент на 9-й позиции, впереди нас на 8-й позиции наш напарник Александр Алман, у нас вылетают два Вильямса, Ника Хюркенберг, Роман Горжан и Альфа Ромео Лукаса Вейбера. У нас Себастьяна Феттель так и остался на комплекте медиума. Ну а во втором сегменте, как я и говорил, темпа у меня вообще не было. И я здесь имел только одну попытку, потому что завтыкал и не выбрал более мягкие составы на уикенд. У меня оставалось на квалификацию 3 софта и 1 медиум, а должно было оставаться 4 софта, тогда у меня была бы вторая попытка во втором сегменте, и возможно я бы даже прошел. Но так, я с первой попытки не смог собрать хороший круг, выезжал я посередине сессии, чтобы не упереться в трафик, но это мне также не помогло. Время получилось очень-очень плохим, я ему не доволен, можно было проехать намного быстрее, но как бы что получилось, то получилось. Я его показал на 15-ю позицию, и как бы, возможно, я даже лучше бы не выходил бы в этот второй сегмент, не тратил бы комплекта и ресурс двигателя, можно было стартовать в 16-м. Ну, как бы, ладно. У нас уже третий сектор этой трассы, где у меня вообще точно ничего не получалось. Если во втором секторе, там одна прямая, там понятно, только нормально пройти шикарно, что у меня получалось. В первом секторе, там, в принципе, только связка 3-го, 4-го поворотов, такая коварная. И там, в принципе, у меня все тоже получилось, но вот в третьем секторе я очень-очень много проигрывал всем ботам. Ставим время сначала на 13-ю позицию, но оно превращается в 15-ю. Ну, а мы посмотрим уже на полную стартовую решетку, где у нас на первом ряду будет стартовать 2 Мерседеса. Льюис Хейден, переквалифицировал Вальтери Боттсом. В втором ряду у нас 2 Феррали, Шарли Клера пережает Себастьяна Феттеля. Дальше у нас третий ряд за Рэдбулом, Макс Верстаппин впереди, Гасли. Дальше Перес, Албан, очень высокая позиция, 8-я. Дальше Магнезон и Кимми Райклин замыкают топ-10-ку. Баттлер у нас 12-й, это для гипо, конечно же, хорошо. Я 15-й, Вейбер 17-й. И Шкубеца у нас еще получает штраф, но как бы он, если я не ошибаюсь, и так комфицировался в 20-м. Ну, как бы, ладно. Уже по тактике на гонку я даже ничего менять не стал. Здесь я зачем-то посмотрела параметры игры про включенную машину безопасности. Просто оправляемся на трассу. У нас дождик будет только под конец. Стартуем софта, переходим на медиум. Гастер не стартует игра при Франции. Немного с опознанием, я это все сказала. Вейбер шахнует очень-очень хорошо. Но я ему закрываю левую часть трассы. Ныряю внутрь к Девну Баттлеру. Мне дают предупреждение столкновения с Вейбером. Идем мы бок о бок с Норрисом, где у него немного подгрызена передняя антикрылла торцевая пластина. Дальше я ныряю к Баттлеру с внешней стороны. Но самое интересное под конец. А сначала мы посмотрим повтор старта. У нас плохо стартовал Шарли Клер, хоть он даже не потерял позиции, но сорвался он реально очень плохо. Сразу же потерял позицию в отношении к Сибасьяну Фьеттелю. Там у нас также боролся Макс Верстаппин и, если я не ошибаюсь, Чеку Перес. У нас там Албан как-то пытался разобраться со всеми ими. Он там проходил Пьера Гасли и уже пытался нападать на Чека Переса. Но это у него как-то не пошло. Но с Пьером Гасли у него была ожесточенная битва. И, слава богу, для меня это, наверное, хорошо. Потому что наш напарник зарабатывает больше очков. Чем больше он зарабатывает очков, чем, конечно, лучше. Он обходит Пьера Гасли. Дальше мне Батлер вообще не оставляет места, выжимает меня за пределы трассы. Я уже на 13-й позиции. И дальше вам не просыпается та еще давняя свинья с Гран-при Китая, кто еще помнит. Где я просто зачем-то куда-то вообще ныряю, перетормаживаю, ломаю Кевина Магнусу на крыло, ломаю ему гонку. Я выхожу на 10-ю позицию. Мы боремся с Дэном Риккердо. Но с Гран-при Китая получилось, откровенно сказать, некрасиво. Едем бок о бок с Дэном Риккердо. Прямо бок о бок. Я был очень удивлен, что у нас хватает двигателя на высоком режиме работы ИРС и на стандартном режиме топлива. И все-таки я отреагу эту 10-ю позицию. И уже отправляюсь в погоню за Кимирайки. Но для начала мы посмотрим этот маневр Камикадзе, где я сломал Кивину Магнусу на крыло. И он начал проигрывать очень и очень много позиций. В третьем секторе у меня также траектория немного отличалась. Мне кажется, из-за этого я и там много терял. Потому что я вообще не понимал, как проходить вот этот вот левый затяжный поворот. И не понимал, как проходить 13-й поворот. Вот я могу здесь хотя бы ориентироваться по поворотам, потому что стоят такие таблички. Там где Т-15 написано. Вот это вот все такое. На Кимирайки уже 2 секунды. И как бы уже ждем пидстопов. И вот он, пятый круг. Это круг моего пидстопа. У нас там воюет Лэнстролл с Дэном Риккердо. И как бы там у них была штучена битва прям до того, как Лэнстролл не заехал на пидстоп. Вот он, пятый круг. Пидстоп. Заезжаем раньше всех. Прям абсолютно раньше всех. Выезжаем, конечно же, на 20-й позиции. И будем сейчас делать эдакий андеркат. Фиг знает. Может он сработает и я выйду на первую позицию. Ха-ха. Не, наверное, неспешно получилось. Больше тупо. Ну, ладно. Пидстоп, как обычно, быстрый. 2,5. Но все-таки до Рэнбула 1,88 нам еще далековато. Выезжаем, как я и говорил, на 20-й позиции. Уже намного позади Роберта Кубицы. И пытаемся делать эдакий андеркат. И, конечно же, на этом же шестом круге у нас будут заезжать другие на пидстоп. Но для начала мы посмотрим борьбу Роберта Кубицы с Кевином Багнусом на подраненной машине. На удивление, Кевин Магнусом мог бороться с Вильямсом. Хотя, это же Вильямс, как бы... Ну, как бы... Ладно. Все равно, как бы, он борется. Ладно. Правильно? Правильно. Ну, ладно. Проезжаем вдоль Питлейна. И я был очень сильно удивлен, что я выезжаю впереди Кими Райкинина. То есть, я за счет андерката отыграл 2 секунды. И это очень классно. И также перед нами выезжает Чекоперес, у которого проблемы. Инженер сказал, сразу же его прохожу по внутренней траектории в пятый... В третий, наверное, поворот. И выхожу на тринадцатую позицию. Но у нас еще половина пилотов не заехала на пидстоп. Если вы можете слышать сейчас, что у меня голос такой хриплый. Но у меня немного такое... Горло хрипит, можно так сказать. Заезжают другие на пидстоп. И я выхожу уже на седьмую позицию. И это позиция лучшего из остальных. И это очень классно. Также у нас позади Райкин ведет борьбу с Алманом. И Алман, на моем счастье, наверное, проходит Кими Райкина. И, конечно же, это очень и очень хорошо. Также меня радует тот факт, что я от них отъезжаю. И у нас еще там параллельно сходит... Не помню, по-моему, на десятом круге или на девятом. Чека первая. Все-таки у него были проблемы. И они вот здесь сказались на его болиде. И дальше у нас еще затеялась такая борьба. Между вроде Вальтери Боттесом, Шарлем Леклером и вроде Пьером Гасси. Если я не ошибаюсь. Это была борьба за вторую позицию. Где у нас была такая заруба. Но я и не нашел полный повтор их сражения. Дальше у нас были на пятой и шестой позиции Сибасяна Феттеля и Макс Ферстаппен. И Макс Ферстаппен сломал крыло Сибасяна Феттеля. И я думал, что я чаще загоню Макса Ферстаппена. Но как бы не так. Этого у меня как-то не сложилось и не срослось. И на последнем круге у нас Дэван Баттлер проходит. Кими Райкина выходит на девятую позицию. У них там была прям мясорубка такая полная. Но самое главное, что у нас дубль. Да, дубль. Правда, только в группе Б. Пока что. Фиг знает. Может, под конец сезона я так докачаю Тарароса, что мы будем реально приезжать дублем в обычных гонках в группе А. Ну, как бы. Ладно. Финишером на седьмой позиции. Это очень хороший результат. Ну, да. С Канадой он пока что не сравнится. В Канаде была пятая позиция. Но фиг знает. Впереди Австрия. В Австрии у меня обычно очень хорошие результаты. Ну, как бы. У нас побеждает Мерседес. Почему я не удивлен? Причем они приезжают дублем. Вальтер Ботт все-таки отвоевал вторую позицию. Третьим приезжает вообще Пьер Гасли. Это прям вообще из ряда фантастики. Прям невозможно. Unbelievable. I can't believe these guys are impossible. Мой English is the best. Я приезжаю на седьмой позиции. Меня показывают Шарли Кнер четвертый, Себастьян Петер пятый. Мне что-то это очень напоминает реальную формулу, где у нас Феррари просто никуда не едут. Ну, как бы. Кстати, я очень хотел бы послушать ваше мнение о Гран-при Венгрии, которое только прошло. Пишите его в комментариях. Также еще я бы хотел бы еще у вас спросить, оставлять ли интервью Клэр в ролике. Потому что у нее однотипные вопросы, которые вообще уже наскучили. Они вещи там про формулу 2 и все такое. Так что пишите в комментарии, оставлять Клэр мне или нет. У нас у Шарли Ликнера лучший круг в гонке остается. Подиум мы знаем. Дальше две Феррари. Максер Стаппин, которого я так и не смог догнать, хоть у него было. Поврежденное крыло. Дальше у нас я и Алекс Алман. Дубль в группе В. И дальше я не знаю почему, но как-то Ким Ирайк не отвоевал позицию Дэвона Баттлера. Если бы Дэвон Баттлер в последнем месте, где можно было пройти, отвоевал как бы позицию. И вышел у тебя ту позицию. Как бы я понимаю, что Игоря Тупая, а она симулирует все эти результаты как-то криво. Но как бы, ну, отобрали у Баттлера позицию. Как бы ладно, отжали очко. Ха! Ладно. У нас все контакты и превышение ограничения трассы. На 10-м круге, да, сошел Чеком Перес. Правильно я подумал. В личном зачете у нас очень много изменений. У нас Шарлик проходит. Макс Иверсапин выходит на третью строчку. У нас там очень плотная борьба. Там у нас у двух Рэнбулов одинаковое количество очков. Ябра, Ждэна, Рикьярда. Алексалову проходит Баттлера и Грожана. И Ким Ирайк проходит Кивина. Багнусу на 2. Видим, что все еще последний без очков. В комбинах конструкторов мы проходим Racing Point. Выходим на пятую строчку. И до Рено нам все еще очень и очень много. Так что, наверное, пятая паница станет конечной точкой. Хотя, кто знает, может, в конце сезона мы так накачаемся, что с Рэнбуллом поборемся. Ха! И будем стабильно опережать Пьера Гасли. Ваш сотрудничество с старым товарищем по команде Формулы 2 пришло сегодня в менее дружелюбную форму. Ну, как бы, однотипные вопросы про Формулу 2. Почему я не удивлен? Сегодня была не самая чистая гонка, правда. И я, как бы, без ответа это оставил. Потому что у меня понизилась бы репутация. Точно где-нибудь бы. У нас, я также опережаю всех абсолютно в соперничестве. Выигрываю у Вэбера. Попережаю пока что Алла Бана. Да, она немного, но все-таки опережаю. Получаем 600 ресурсов за девятую позицию в квалификации. У нас резко у всех поднимается интерес. И у нас на этом этапе обсуждение контракта. Я тебе выбил такую нырма, я бы сказала, хороший контракт. Потому что 500, как обычно, мы, наверное, убираем. Третий уровень бонуса за гонку ресурсов. Нам надо больше ресурсов. Также я позицию в квалификации поставил на десятую позицию. И в гонке на восьмую. Потому что у нас уже средняя позиция повышается в гонке. Командные цели, конечно же, сложно. Первый пилот. Но, как бы, мой контракт казался слишком жирным, оказывается. Снизил немного требования. Можно так сказать, снизил требования к себе. И немного повысил ожидаемые позиции в квалификации гонки. Для начала этого не сработало. Но пришлось еще не дешевле их делать. И, как бы, только так я смог выбить этот контракт. Восьмая позиция в квалификации. Седьмая в гонке. Ну, что ж, посмотрим. Надеюсь, я их выполню. Потому что я что-то как-то очень сильно в этом сомневаюсь. У нас почти две тысячи ресурсов на кармане. На этом мы можем взять некоторые обновления. Которые нам очень сильно могут помочь. Решил я взять обновление аэродинамики. Чтоб мы могли выйти вперед. Берседеса берем переднюю аэродинамику. Оно на заднюю у меня не хватает денег. Ну, и так же я еще решил ничего из таких масштабных обновлений не брать. Потому что, в принципе, брать нечего. Решил взять контроль качества. Чтоб детали нам точно приезжали на этапы. Ну, касать точно. Хотя повысить шанс на то, что они приедут. В два взял у двигателя. Потому что на следующий этап, надеюсь, нам должен он приехать. И посмотрим, как все будет. Характеристики болидов. У нас там Мерседес привозит. Некакие обновления. И у нас еще, как я и говорил, мы привозим обновления. Оказывается, мы сюда привозили обновления. В начале ролика я сказала, что мы ничего не привезли. Ну, как бы, ладно, все ошибаются. У нас там Вильямсы очень сильно обновляются. Средняя группа постоянно меняется местами. То Макларен, то Рейсингпоинт, то Хас. Все они выходят в середину. У нас также там еще Редбулл, Шеррари. Борются за место вторых после Мерседеса. Ну, как бы, ладно. На этом у меня уже и все. Я хочу сказать, чтобы вы подписывались на канал. Эта подписка будет очень важна для меня. Потому что наш канал начинает понемногу набирать подписчиков. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. С вами была Андрюха Рейс. Всем удачи. Всем пока.